Я, конечно, страшно удивлюсь, если это не перерубится от потери связи, но пока, видите, связь есть. Это верхний фуникулер, который поднимает нас из верхнего города Бергамо на холм Сан-Виджилио, который находится уже совсем-совсем далеко наверху, по ту сторону добра и зла, и оттуда потрясающие виды на верхний и нижний город. Но вот сейчас у нас уже начало зарубать наше соединение. Здесь связь-то потухнет, то погаснет. Но зато виды красивые. Автобус поднимается в ту же пору по Серпантимов, и это занимает у него порядка 20 минут. Вот такая вот красота у нас. Здесь мы видим нижний город, а там нашим городом верхний город. Вот, видите, отзывается, и это уже верхний город. Чита, Альта. Вот станция. Альта. Продолжение следует... Здравствуйте! Здравствуйте! А вот, если тут есть какая-то связь, сейчас мы увидим главную площадку для обзора Верхнего и Нижнего Бергава. Ну, начнем, собственно, с холма Сан-Виджилио. Тут находится одноименная церквуха, вот она, вот долины, уходящие на запад, если бы не было так облачно, здесь бы сейчас садилось бы солнце. А тут, сейчас мы поближе к обзору подберемся, и вот смотрите, прямо жалко, что нельзя в трансляции зумить ничего. Ну, вот вы видите перед собой старый город, верхний город, позади которого виден нижний город, новый. Ну, и дальше, соответственно, всякие прекрасные ломбардические горы. Вот они, видите, на горизонте горы. А вот старый город над новым городом. Вот видите зеленый купол. Это вот тот кафедральный собор Святого Александра, про который я вам рассказывал, что он из себя ничего интересного не представляет. Ближе такая каменная дура – это компаноны, колоколище, куда нас не пустили с вами. А вот левее от него, вот потоньше такая серая башня – это Торрегомбито на одноименной улице. Мы там ходили внизу с вами. А дальше находятся всякие ломбардские долины, и где-то вот там вот вдалеке была бы погода получше, мы могли бы себе представить, что мы видим Милан. А вот здесь вот уже всякий запад Ломбардии. Красота, конечно, неописуемая. И даже, в общем, в чем-то обидно, что у нас нет с собой какой-то прекрасной зеркальной техники. Замечательные девушки делают замечательные селфи. Сейчас мы зайдем еще раз в здание фуникулера, от чего у нас сразу же закашляется связь. И посмотрим на улице холма Сан-Биджилер. Я, собственно, приехал сюда ужинать, чем и займемся сейчас. Но вот тут вот улица уходит наверх. Там наверху находится замок. Там наверху находится церковь и замок, такой бастион. И старинный, очень красивый, из которого тоже виды. И очень странный, бессмысленный битанический сад. А вот здесь, поскольку рядом фуникулер, тут находятся кафешечки, в которых можно пожрать и окалять от полда с очень красивыми видами на нижний город и на верхний город. То есть отсюда, условно говоря, на верхний, а вот оттуда, из той пиццерии на нижний. Это я вам объясняю на тот случай, если вы читали описание Бергама в книжке Аркадия Ипполитова и не очень поняли, каким образом из одного кафе вид на нижний город, а другого на верхний. Так вот, очень просто. Вот так. Вот вид на верхний город, а там, наоборот, на нижний. Давайте посмотрим еще раз. Вот нижний, 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 а он там, он прямо под фонариком, там все верхний. Ну, тут всякие серпантины. Как вы понимаете, в зимний сезон, потому что зимний сезон тут вообще за время не считается, в зимний сезон этот фуникулер ремонтируют, так же, как и нижний фуникулер ремонтируют. Поэтому в зимний сезон сюда ездят автобусами за 24 минуты, а не фуникулером за 3. Еще раз посмотрим на церковь Сан-Виджилио, на замечательное вечернее ломбардийское небо, в котором буквально наступит темнота через 15 минут. И пожелаем друг другу еще раз приятного аппетита. Бонос эра, дорогие товарищи!